Здравствуй! Меня зовут Оксана, и ты зашел на канал Оксана СМР. Предлагаю надеть наушники. Хочу поприветствовать всех своих дорогих, уважаемых подписчиков. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. Добрый вечер. И сегодняшнее видео у меня пустой столик. В связи с тем, что это видео по запросам многих девочек, может быть, оно и не девочкам будет интересного, а о моем уходе за кожей. Но в данный момент вы меня просили показать, чем я хожу, мой уход и так далее. Короче говоря, сегодня покажу вам уход. Вот. Баночки, скляночки, как говорится. Видео из разряда, тамские штучки, там мои сладенькие. Итак, сразу начнем. Начнем с чего? Начнем с первого. Чем? Что я делаю утром и вечером одно и то же? Это мицеллярная вода, да? Вот она, мицеллярная вода у меня, Лореаль. Вот такая вот. Она бывает в другом формате. Вот уже заканчивается этот вакончик. Вот такая мицеллярная вода. Я не знаю, как их ставить сюда, эти банки. Вот на смену ей придет вот эта мицеллярка Корньея. Я тоже люблю. Она неплохая. Вообще разница, если честно, не вижу никакой между Корньеей и вот этот Лореаль. Дальше. Следующим этапом ухода после мицеллярной воды идет умывание, да? То есть, ну я умываюсь вот такой вот. Это как мылка такое. Крем. Ну как бы мылка такое, просто вот. Раз такое. Там уже мне немного... Все, честно говоря, с ванной притащила. Вам сюда показать. Ой. Ну вы мне верите. Вот она, такое мылка-крем, да? Оно мягкое. Оно среднее между мягким и... Как бы таким... Не очень мягким. В общем-то, скрипа оно не моет лицо. Мягкое, считаю. Но у меня три таких как бы мылой для лица. Вот эту Невея я люблю. Это очень мягкий крем-кет для умывания Невея. Он прям такой, знаете, ну очень мягкий. Когда я его смываю животой, ну прям такое, остается ощущение на коже, что можно и кремом не мазать. Как мне делать? Такой, господи. В общем, вот так. И третье, чем я умываюсь, это вот такое вот ель Томми Молли Крик. Ну это прям, мне кажется, знаете, как мыло для бредья. Ну, честно говоря, вот похоже. Оно такое густое. И вот это самое такое как бы мыло, которое до скрипа прям умывает кожу. Получается вот это самое мягкое, это до скрипа, а это среднее между ними, вот так. Ну и вот этим, конечно, я с утра не мою. Это если сильный макияж, вечером можно, с утра можно этим-этим. Вот так вот. В общем, от настроения умываюсь. После мыла. Я обязательно, девчонки и мальчишки, использую тоник. Тоник, 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 да. Вот. И именно вот с голубой крышечкой, вориаль, вот этот вот тоже. Тоник бесконечная свежесть, розовая лотос, розовая лотос. И он идет со спиртом. Имена, который вот с голубой крышечкой. Есть еще с розовой крышечкой, там он идет не такой жидкий, а прям такой, знаете, розовый кисель. Мне он не подходит. Мне нравится вот этот. Аромат у него восхитительный. Кожу он не сушит, несмотря на то, что там спирт есть. Мне это нравится. Итак, вот это вот, да, тоником протерла мицелляркой, умылась мылом. Это вне зависимости, утро, вечер, так как утро и вечер. И тоником протерла лицо. Сейчас я покажу кремчики, которыми я мажусь после этого, дневной, ночной. И потом, возможно, дополнительные средства, посмотрим, сколько будет длиться это видео, да. Итак, мои хорошие крема, которые я в данный момент употребляю, которые у меня в работе. Это вот такие кремушки, дневной, ночной и банкоза. Вот он уже у меня заканчивается. Это герлен. Герлен. Такой неплохой крем. Но, знаете, вот уже банку я его вымазала. Он чем-то пахнет, непонятно, конечно. Поначалу он не щипал, прям под век, вот под глазами, вот веки. Верхний и нижний я им мажу, вот такой кремушек. Потом кожа, видать, привыкла. Но ничего, вот заканчиваю его. Это подарки, я такие крема себе дорогие не покупаю. И вот дневной крем. Это лангом. В общем, вот под лангом. А этот от герлен. Вот такой вот кремик. Видите, уже тут дырочки домазала. Очень приятно, он пахнет, но так, знаете, ненавязчиво. Вот. Такой вот. И ночной. Чуть-чуть баночка полная. Видите, тут с беленьким. Вот тут вот такая сиреневая, светильная баночка. И тоже он такой розовый. И тоже он у меня с дырочкой пахнет. Чуть-чуть ярче он, чем вот этот почему-то ночной. И что я могу сказать об этих кремах. Ну, об этих я вам всем продуктах сказала. Мне вот это все нравится, да. Этот крем нравится. Он хорошо увлажняет кожу. Не знаю, что он еще делает в моем возрасте. Уже, знаете, кремами морщины не уберешь. Тут уже радикально. Это просто уход. А вот эти вот кремики, да. Мне кажется, это крема для взрослой кожи. Я не знаю, тут ничего не читала. Может, ну, что тут написано, я не знаю. Я всеопытным путем. В общем, дневной крем, он легче, чем ночной. Консистенция. Да, ночной он чуть-чуть потяжелее. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И он, по-моему, даже ярче, да. Да, он такой поразовее, видите. Сейчас, короче, перебуду. В общем, вот эти кремы. Если кто-то такие крема знает, ну, то он знает. Я первый раз таким уходом, ну, пользуюсь, да. Мне он, конечно, нравится очень. Но для меня это как подарок. Я себе никогда такие крема вряд ли куплю. Это дорого для меня. Крема хорошие эти. Хорошие они, знаете, чем. В общем, они очень экономичные. Очень-очень. Их вот так вот я беру, да. И вот так вот, такими вот точками. По всему лицу там вот так чуть-чуть. И вот так. Раз. Все. Не надо врать, как я могу свой крем вот так взять на палец. Другие вот так вот поделать крем. Потом лицо мазать, да. Здесь точечно наношу. На все лицо распределяю. Хватает на лицо и на шею. В общем, кремики вот эти, конечно, отличные. И вот этот тоже. Вот. Подвинем их, да, чуть-чуть. А сейчас я вам покажу кремы, которыми я пользовалась до этого и буду пользоваться после вот этих. После вот этих. Это тоже Лориаль. Я люблю ход Лориаль. Я вам уже не раз об этом поварила, по-моему. Поэтому вот такой кремик Лориаль я обожаю. Несмотря на то, что здесь написано 45+. А мне уже надо 50+. Да. Вот этот крем восхитительный. И, в общем, у него, по-моему, он даже во Франции делается. Он в бутылочке с бомбой. Восхитительный крем. Фурфорст-эксперты. Вот. Сейчас вот другой покажу вам. В общем, крем обалденный. Мне вот этот нравится. Крем обалденный. И тут не написано даже ночной или дневной. В общем, и ночной, и дневной он у меня. Я, знаете, не открываю по 10 кремов. Там, допустим, за раз. И там, чтобы у меня банки стояли, я использую. Там, допустим, вот крема. Потом другой. Потом другой. Там не так. Теперь вот для реальничек у меня есть еще тоже закрытый. 55 с плюсом уже тоже возраст экстракт дневной. И я и буду мазать и как дневной, и как ночной. Потому что 50 плюс. Я, скорее всего, уверена, что он жирненький. Чем больше вот этот возраст пишут, я думаю, что, ну, я так думаю, что, ну, как по моему опыту, тем жирнее крема. В общем, вот такой он, это питательный и хорошие крема. Вот я их знаю, я их пользовала. Это не первые мои коробочки. Так что вот так. Такие лежатки вот такой вот у меня. Вот этот вот я вам сейчас расскажу. Вариал Аквавлюид, да? Это ваш единственный такой нель. Я его даже сейчас открою. Знаете, недавно у нас на рынке появился, сейчас я почитаю, гель увлажнения. Гель увлажнения. Тут типа сок, аллорий, гелуроновая кислота, да? Я вот такой вот тюбик. Бутылочку. И причем, понимаете, здесь 50 или 75 миллилитров. Сейчас посмотрим, короче, говоря, когда я увидела объем, я удивилась. Здесь много здесь его. Вот 70 миллилитров. Хотя вот здесь вот здесь, но везде по 50. Здесь вообще, по-моему, нет. В общем, девчонки, возможно, и мальчишки, да? Как бы мне его отборить, я что-то не подумала. Сейчас я постараюсь. Здравствуйте за такие сушки. Я просто вам хочу показать его. Потому что я вот этот продукт узнала. Наверное, весной, в начале лета. И вот он. И он делается тоже во Франции. Это не в Польше, нигде, по-моему, во Франции. В общем, я первый раз вот его попробовала, да? Говорю, уже десятый раз. Одной ложью. Это вот такая бутылочка. И посмотрите, это такой полупрозрачный гель. Это чистое увлажнение. Не зря он называется гений-увлажнение, да? Но я не буду его открывать, потому что я его не планирую использовать в ближайшее время. В общем, вот такую бутылку я за лето вымазала, наверное. Ну, наряду, может, еще с чем-то. Но вот этот вот уход у меня был и вечером, и утром. Хотя говорят, что у него вся кислоту, там гиалуронка, типа, летом. Ну, не знаю, это все. Для меня это бред, короче говоря. Он аквафлюид, не зря называется. Он так увлажняет кожу, но после вот этого всего просто его намосюкал на лицо. Как это, во. Вот честно, вот советую, девчонки, у кого есть вот это вот. Или, может, кто пробовал, напишите. Обалденный. Увлажнение. Обалденный. Очень мне нравится. Это я уже купила на следующее лето, на весну. Когда уже тяжелые крема мне надойдет, да? Итак, мои хорошие. Дальше, что еще? Дополнительные средства я вам говорила, что я люблю скрабить кожу. Да, я часто очень скраблю кожу. Ну, 2-3 раза минимум в неделю. Скрабики у меня недорогие, но эффективно. Я люблю черный жемчуг. Вот он у меня. Уже заканчивается. Кто, девочки, знает такое, тот знает, так как он колючий, 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 колючий такой. И вот это моя любимка. Стоит 3 копейки. Именно я люблю вот с косточками этой малинки. За брюкосиком для меня это слишком. И он такой. Вроде бы нежный, но он такой колюченький. Я люблю такие скрабы. Люблю. Вот это моя любовная любовь. Не вверх, а обалденная. Три в одном. Я как и маску, как и очищение. В общем, я сначала очищаю кожу, да. Мою мылом. Потом вот это вот перо на влажную кожу наношу. Как поскрабить чуть-чуть не могу. Вообще на полчаса оставить почти. Она у меня высыхает на лице. Это же наклиненная слоя штука. Такой. Ой, как красиво. Вот это люблю. Еще есть такое же. Практически от Корния. Три в одном тоже. Это голубого цвета, да белого. И скрабы, маска все в одном. Вот. Это значит мои скрабики. Я их сейчас уберу, чтобы они не летали. Масочки, да, в данный момент, какие у меня есть, я вам покажу, что я делаю. Потому что маски, это такое дело. Они приходят и уходят. Значит, вот эту маску я обожаю от Lumine. Кто знает, такую вонюченькую, вонюченькую, вот такую черную маску от Lumine. Это просто, ну, восхитительная маска. Она, по-моему, то ли торфяная, то ли грязевая какая-то. Что тут у нас написано? Так, глубоко очищающая маска с торфом. Да, торфяная. И у нее запах соответствующий. Но маску, конечно же, я наношу на очищенную кожу. И желательно после скрабика. Вот сейчас она у меня уже кончается. Вот она, красавица. Запах, конечно, пипец. Вот, а не ее, знаете, чем-то там она и травками какими-то пахнет, и ментолом, и, мне кажется, вот этим торфом, грязью какой-то. Но у нее эффект реальный. Кто не пробовал, всем советую, девчонки, попробовать, да. Ее, когда наносишь, вот, умылся, очистил, умылся, пошкрабил, пошкрепил. И масочку нанес подолще. И ложись поляше минут 20. Она, знаете, вот лично мне, она постепенно греет, когда лицо дает такое приветствие. На лице так приятно, приятно, приятно. В общем, на минуту 20-25 я в ней могу ходить, но не до полного высыхания. Потом, когда ее смываешь, такое ощущение, что на лице, как будто лицо я маслом помазала, почему-то не знаю. Ну, в общем, потом я ее смываю тоником, убираю остатки, где у нас вот, и крем. Вот и все. Вот такая масочка-то. Теперь вот эту попробовала купить маску. Вот никогда не покупала ни Фаберлик, ни Арифлэм, честно. Это вот жертва Ютуба. Ей же снимают видео. Увидела вот эту маску, типа пленку золотую. И купила. Что-то она еще не дешевая у них там. Это Фаберлик, по-моему. Или Эйвен. Фиг его знает, короче. Просто покрывает лицо вот такой вот прям золотой пленкой. И просто спокойно снимается. Я считаю, вот если маска-пленка, да, то она не должна стираться вместе с кожей и с волосками, с какими-то... Ну, она не должна сниматься просто так. Ну, какой от нее только, не знаю. Может быть, какое-то питание от нее идет. Фиг его знает. Пилинг и сияние. Маска-пленка. Не знаю. Какое там пилинг и сияние. Пилинг точно она не делает. Она очень легко снимается с кожи. Но, может, это у меня так. Теперь, девчонки, насчет масок, да. Вот такие вот у меня из Таиланда есть порошочки. Вот это скраб. Можно яблок скраб. Это все травки, муравки. Там такой запашистый такой порошок. Ну, его вот один на раз в чашечке маленькой водичкой разводишь. И прям шкрабишь, скрабишь лицо. У меня вот один он остался. Восхитительный скраб. Я его оставляю потом на лице. И потом смываю до высыхания оставляю. Теперь, кто будет вот в Таиланде, присмотритесь к их маскам. Тоже маска, видите, скраб. Восхитительный. Тоже. Вот это вот написано, молочный порошок, да. Это что-то ярко-желтого цвета. Не знаю, из чего они это делают, да. Как сухое молоко, чуть-чуть желтее. Разводишь капельку води. Запах восхитительный. Не знаю, чем то ли молоком, то ли пахнет. Не знаю, чем наносишь на лицо. Но это питательное, я так понимаю. Макоша, фу. Короче, вот у меня их осталось всего пять штук. Была целая куча. Да, мне дочка с Таиланда привозила в последний раз. Вот эти масочки, значит, у меня сейчас маски вот эти, вот которые нарисуют тряпочки. Сейчас у меня нет, я их все использовала. Вот такой вот порошок органический. Это масочка. Это, ой, господи, как ее назвать-то. Куркума. Куркума. Но это, мне сказали, не такая куркума, как у нас. Разводишь так в животичке, да просто свой порошок. Наносишь на лицо, как маску, и держишь. Но ты всегда повлажняешь. Вот такими я вещами люблю пользоваться. Вот тоже. Это. Порошок, ведь в Таиланда же называется. Мангустин. И он тоже желтый такой. В общем, также разводишь водичкой. И держишь на лице после очищения кожи. Это натуральные такие вот масочки. Вот такое я люблю. Это то, чем я сейчас пользуюсь, мои сладенькие. Так что, ну вот, вроде бы я вам все показала, рассказала. В общем, моя любовь на любовь. Это вот ларяльки. Конечно, вот это я очень полюбила. Но это как подарок судьбы, да, так сказать. Так сказать. Вот и все, мои сладкие. Ну и что еще вам хочу сказать, мои сладкие. Дорогие девочки в основном. Наверное, девушки, женщины, кто меня слушает это видео. Возможно, и мужище на меня смотрят. Главное в ходе, понимаете, я считаю, это регулярность и система. Вот и все. Мне кажется, тут даже не зависит. Вот такие вот крема по 30 тысяч с банкой. Или вот по 3 тысячи, да, банка крема. Тут зависит. Ну, конечно, вот этот крем ты реально ощущаешь. Ты же его работаешь, видишь, видишь. Цель лица, другой лица, все. Но при регулярном использовании ларяль работает великолепно. Великолепно. Вот так вот. Поэтому уход за собой, он требует как бы, ну, регулярности, да. Утро, вечер каждый день. Независимо, макияж был, у вас не было. Утро, вечер каждый день. Очищение. Тоник, увлажнение, там, или питание, или что-то такое. Регулярно скрабить личико. Ну, это в зависимости от того, какая у вас кожа, конечно, и какой скраб вы можете. Я для себя подобрал. Просто это то, что мне подходит. И масочки. Масочки не ленитесь делать, девчата. Ну, это, опять же, все чисто индивидуально. Я здесь вам показываю свои средства, которые у меня, понимаете, проверены и использованы. Даже если они вот в коробочках лежат, то я ими уже пользовалась. Я могу говорить о них, как они работают. И что вот это практически пустое. Это не первый флакон. Я вот этой маской начала пользоваться, наверное, еще с молодости. Она раньше была в другом. Чуть-чуть переформулировали, а не упаковку. Но маска осталась та же. Что-то именно, вообще, именно тоже неплохая вот эта вся у них косметика, да. Но она что-то у нас куда-то пропала. Говорят, она очень сильно подорожала. Я спрашивала у девчонок в магазине. Ну, в общем, вот так точно всегда найдет. И масочки, конечно, желательно, да. Ну, а что для меня, может быть, да. Кто-то, может, не любит маски. Вот так, мои дорогие. Не знаю даже, что еще вам рассказать. Вы меня просили. Многие девочки писали, любят при баночке. Пораскручивать, посакручивать. А я сейчас так быстро вот все пораскручивала, посакручивала. Да что? Не знаю. Вот этот у меня только по 2 веки был. Но дневной, ночной не было. Как-то вот так получилось, да. В общем, на этом, наверное, буду прощаться с вами, мои золотые. Видео о декоративной косметике еще. Кто-то мне писал тоже как-нибудь, возможно, сниму. Тут у меня это-то не поместилось. Декоративная, наверное, выберусь, но выберусь мне очень. Может быть, кто хочет видео с декоративной косметикой, там, тенюшки, тенюшки, губнушки, тенюшки, губнушки. Могу тоже такое видео снять. Итак, вот, девочки, я все вам показала поэтапно, да, рассказала. Не знаю, пишите, понравилось ли вам это видео или нет. Вот так. Так, давайте я вам буду желать, мои хорошенькие, сегодня спокойной ночи. Желаю вам, мои золотые, спокойной ночи. Желаю вам всем большого, крепкого здоровья, потому что от здоровья зависит наш внешний вид, а не от гремиков, да. Главное, чтобы было здоровье, все идет изнутри, красота наша на лице, она вся идет изнутри. Ну, уход, мои сладенькие, он, конечно, много значит. И в каком бы вы ни были в возрасте, ухода много значит, вот и все. Ухаживать за кожей, я считаю, надо начинать, ну, с подросткового возраста, наверное, я не знаю. Вот так вот, что еще хочу вам пожелать. Хочу пожелать всем красоты, мои сладкие, здоровья, красоты, да. Хочу пожелать вам спокойной ночи. Пусть ангелы охраняют вас, ваш безмятежный сладкий сон. Пусть вы будете радостны, довольны всем, довольны жизнью. Пусть вас будут любить, пусть будете любимы. Что еще могу вам пожелать? Желаю вам всего самого доброго, мы расстаемся мне навсегда. Слава богу. И до следующего видео, мои сладенькие. Спокойной ночи вам. Спокойной ночи. И пока-пока. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока. Люблю вас, целую. Пишите мне комментарии, ставьте пальчики. Кому понравилось, кому не понравилось. Пишите мне, какие бы вы хотели видео еще с шепотом. Хочете ли вы видео с декоративной косметикой. В общем, пишите, какие вы видео с шепотом хотите. Потому что я уже не знаю, честно говоря. Но есть там у меня темки, но... Побольше, 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 побольше. Пишите мне. Я буду снимать, вам читать шепотом. И так, давайте, пока-пока, мои сладкие. До следующих встреч. Люблю вас, целую. Хороших вам выходных. Сегодня пятница. Завтра, суббота, воскресенье. Люблю вас, мои дорогие. Люблю вас. И пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Продолжение следует...